Всем салют. Сегодня мы вам покажем один день, как мы проводим на природе, чем занимаемся, что делаем. Сегодня запланировал папа сходить на рыбалку. Будем Тишу и Даню. Даня не пойдет, вчера вечером пойдет в баню. Вы спросите, откуда на природе есть баня. Есть баня, мы вам покажем, скорее всего, ее, как она выглядит. Это натянутая палатка, да. Все покажем вам, если не забудем. Тиша спит. Палатку мы купили не зря для него. Тиша, Тишуль, просыпайся. Ты с папой на рыбалку идешь? Вставай, сыночек. Котик, доброе утро. Купили Тиши спальник. Можно сказать, летний, легкий очень. Ты с папой идешь на рыбалку или нет? Даню берем с собой? Лодка двухместная. Ну и что? Ой, одноместная. Одноместная? Ну давай его разбудим, спросим, да? Да? Одевайся, я тебя жду, давай быстро. Так, будем еще Даню. Он вчера, наверное, в 12 часов или час был, я не знаю, сколько было поздно, мы уже спали с папой. Пришел и начал нас будить. Искал свои плавки, потому что собрался посреди ночи в бане. Доброе утро, Даня. Ты на рыбалку идешь с нами? Я хочу еще поспать. Ты хочешь поспать? Ну ладно, тогда мы тебя оставляем и плывем рыбку половить. Как баня вчера? Потом. Все потом? Хорошо, давай тогда спи. Смотрите, какая обувь, чешки. Хорошо, что они черные, но если бы они были белые, они были бы серыми. Ты хочешь... Шикол. Также сандалии тоже грязные. Ты как свинка у меня здесь, Пепа. Но я тебя за это люблю. Вы знаете, иногда смотрю на его лицо, он грязный. И думаю, блин, как это мило. Обычно я таким целого ребенка не вижу, и меня это радует, что... Не чистенький, а прятненький, а такой грязненький. Садится в эту пыль, играется, купается. В общем, у детей развлечений море. И даже, можно сказать, дети не вспоминают про телефоны, про планшеты. Правда круто здесь? Да. Чтобы вы понимали, у нас даже здесь нету сети. Не то, что интернет. А мы даже позвонить никому не можем. Поэтому снова был перерыв в публикации видео. Мы не могли здесь монтировать, публиковаться, потому что нету у нас доступа к интернету. Но здесь круто однозначно. И мы нисколько не жалеем, что поехали сюда. А где мы находимся, ты знаешь? Ты знаешь, где мы находимся? Какая область? Хмельницкая область. И мы сейчас... Город Славута. Сейчас не про это. Сейчас про то, что мы с папой едем на лодке. Точнее, идем на лодке. Идем на лодке ловить щуку и краску. Несколько дней назад Тиша с папой словили щучку. Небольшую. Но это была Тишина мечта. Он загадал желание. Какого размера была щучка? Покажи. Примерно такая. И сегодня мы будем варить уху на костре. И щуки. И щуки, да? У нас же в фургончике есть холодильник. Мы взяли из дому лосось. Плюс здесь словили несколько окушков и щучку. И сегодня будем варганить уху. А как тебе наш автодом? И прикольно ли это? Еще скажи несколько слов. Ну, автодом, мне кажется, это не очень. Склонно к отдыху в палатках. Но нам с папой очень круто. У нас там плита. Мы утром завариваем кофе. Если в обед очень жарко, мы можем обедать в фургончике. Мы включаем кондиционер и себя чувствуем просто превосходно. Хочу подогреть детишке молоко. Попьет какао и пойдем ловить рыбку. Так. Тиш, какао хочешь? Угу. Держи. Пьешь какао, сразу идем на воду. Да? Угу. Пап, я уже все, пойдем. Что я с собой взял на лодку? Я с собой взял два весла, которые очень хорошо выручатся. Еще я себе сделаю. Зачем? Перенеси. Хоть он для бабочек, но может пригодиться. И садок, чтобы складывать рыбу. Лодка у нас одноместная, но нам с Тишей места хватит. Пойдем. Ну, мы рыбу собираемся вылить с тобой Тишей. Мы с тобой хотим поймать щуку, но уже побольше. Уже побольше. Вы мои рыбаки. Между прочим, мы здесь не одни в лагере в этом. Нас больше ста человек. Вокруг нас много палаток, кроме наших. Там внизу тоже очень много людей. Есть выездная кухня, как полевая кухня. Нам здесь готовят еду. Завтрак, обед, ужин. Чай травяной на костре. Рыбу жарят на костре. Все очень вкусно. Спасибо поварам, которые стараются для нас в такую жару, потому что плюс 33, это достаточно жарко, и нужно крутиться возле костра, все время готовить. Но кайф в том, что мы особо не паримся. Если хотим чего-то особенного, вот, к примеру, сегодня будем варить уху, как мы это делаем дома, то будем, конечно же, готовить сами себе. Я хочу сейчас кое-что еще взять. Я, скорее всего, потом на матрасе поплыву к ним и постараюсь тоже что-то поснимать. А еще там на озере цветут лилии, очень красивые белые. Обязательно вам покажем. Это просто загляденье. Но мне жалко было срывать. Папа говорит, Кать, сорвать тебе одну лилию. Я говорю, нет, не надо, лучше будем приплывать и любоваться ими. Это шум, между прочим, вы слышите генератора. Есть генератор. На полевой кухне есть тоже холодильник. Они там хранят продукты, которые не могут храниться без холодильника. И также люди заряжают свои телефоны. Так, тишише, мы будем ловить хищную рыбу. Шуку и окушка. В основном здесь клюет окушок. Да, но щука тоже есть. Ну и щука здесь попадается есть. Но щуку сложнее всегда споймать. Да, потому что пап, ты леску понимал? Да. Вот, мы были на... Мы споймали щучку небольшую, такую сантиметров где-то 30, и она перекусила нам леску. Прям в лодке. Да, и я как раз успела поставить хачок. Вот зачем мы его взяли еще раз. Ну да, он нам пригодится. И мы его потом, мы с хачка перейдем на фадок. Так, ну сейчас посмотрим, что нам удастся споймать на уху, да? Ага. Рыбку споймаем и сварим уху. Это ж классно. Ну да. Рыба же, она под водой все слышит. Нужно тихонько, чтобы не спугнуть ее. Ты уже приготовил подсачку. Сачок. Сачок это для бабочек, а подсачек для рыбы. Это подсачек. Мы что-то тянем, что-то мы споймали. Надеюсь, это не водоросли. Не, не водоросли. Да? Точно не водоросли. Смотри, смотри, смотри. Ай! Блин, прям возле нас сошла. Ёлки-палки. Обидно, но ничего. Да, окушок был. Класс. То есть рыбалка у нас началась. В 7 утра. Да. Погнали дальше. Еще. То есть все говорит о том, что рыбки мы сегодня, скорее всего, наловим. Угу. Немало. Потому что первый заброс уже поклевка. Ну не первый, это где-то у нас третий заброс. С третьего заброса у нас была поклевочка. И возле самой лодки он у нас сошел. Но ничего страшного. Опа, есть. Ай, была поклевочка. Поклевочка и сошел, сразу взял. То есть акушара сейчас кормится. Это хорошо. Да. О, есть, 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 есть. Опять поклевочка и мы споймали. Да, да. Есть. А, небольшой такой. Апостра. Вот такая первая рыбка у нас небольшая. Такой акушок мы, конечно, отпускаем. Мы такой маленький не берем. Пускай растет. Да, пускай растет, а другой растет. Ну вот больших мы уже будем брать. Да. О, есть, есть, есть. Нападение. Взял нападение. Наживка падала. Но, судя по ударчику, акушок тоже небольшой. Это такая, получается, спортивная рыбалочка у нас. Так, карапузик. Ты старших братьев позови своих. Ага, и щуку. И щуку там позови нам. Ой, зацепился хорошо. Так, осторожненько тебе. О, все, вперед. Так, если нам еще попадется такой же самый, нужно будет менять локацию. Ааа, споймали и зацепились за водоросли. И, скорее всего, это будет сход. Не? Есть. Маленьше. А, еще меньше, ничего себе. Короче, нужно менять нам локацию. Уйдем на эту локацию. Все, этого отпускаем. Все, едем на следующую локацию. Вернулись мы на старое место. О, Тише, это что-то кругленькое. Давай, подсачек, давай. Давай, 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 подсачек, давай. Есть. Есть, наконец-то мы поймали нормального кушарчика. Да. Так. Такой на уху уже у нас пойдет, да? Ух ты, он заглотил еще. Ёлки-палки, смотри. Смотри, там далеко. Ой-ой-ой. У нас для этого есть специальные такие... Большой автомобиль. Ну, зажимы такие специальные у нас есть, чтобы доставать наживку. Так, теперь пробуем аккуратненько достать. Все-таки мы на старое место вернулись, да, Тише? Здесь у нас есть зобыча. Так, давай этот сачок, этот бросаем на уху. Все, отлично. И ловим дальше. Давай. Может, тут будет щука. Надеюсь. Вот ты щуку хочешь словить, да? Да. В общем, пока парни ловят рыбку, нам уже успели приготовить завтрак. Покажу вам, что. Жареная рыбка, пшеная каша и кабачковая икра с огурчиками. Пахнет аппетитно. Я позавтракаю без них, а потом им уже будем подогревать. Ну, как-то так. Должно быть вкусно. Я специально заплыла на матрасе в эти камыши, чтобы показать вам, как цветут лилии на воде. Смотрите, сколько их здесь. Это при том, что много людей, много отдыхающих. Но, тем не менее, люди их не срывают, берегут. Мне Вова тоже предложил. Хочешь, я тебе сорву? Я говорю, нет, не надо. Приплыл, полюбовался и оставляешь, пускай дальше себе цветет. Очень красивые, и их здесь очень-очень-очень много. Ребят, плыву на матрасе к папе и к Тише. Вон они. Хочу вам показать их немножко ближе. Тише рукой влашать мне. Тише, ну как рыбалка, рассказывай. Круто, только споймали одного большого окушка. Покажешь? Да. На что ловите, пап? На какой-то силиконовый. А можно ближе? Сейчас, сейчас, сейчас. Так, покажу вам. Это силиконовая рыбка такая. Есть иллюзия, что она живая. Ой, смотрите, он живой. Класс. Ближе, ближе, покажи мне поближе немножко. Красивая кушка вот такая. Красивая кушка. Красивая кушка. Красивая кушка. Красивая кушка, но на уху мы и такого возьмем. Смотри, как она работает. Смотрите на эту рыбу. Так, что-то есть у папы. Хорошо, что я приплыла как раз. Есть! Вот это момент. Мы таких отпускаем с Тишей. Вы таких отпускаем? Четыре, по-моему, словили. Да, молодцы. Плыви, рыбка. Как же она быстро поплыла. Так нужно хотя бы желание загадывать. Ты отпускаешь рыбку? Загадал желание, чтобы щука большая приплыла. Отправляем ей, чтобы они старших звали. А, ну правильно. Тиша, а ты знаешь, что я хочу тебя забрать? Пока вы здесь плаваете. Я уже позавтракала. Взяла вам завтрак. И там папа сейчас будет шоу для детей. Что за шоу? Клоуны какие-то приезжают. Четыре клоуна. Забирайте, Тиша, а я еще побачиваю. Мы тогда папу оставляем? Да. Пойдем со мной. Перелезай ко мне на матрас. Будешь помогать мне. Поплывем обратно. Тебе понравилось рыбку? Да, мне понравилось, как мы словили этого окушка. Да? Да. Неожиданно. А рыбачить не нравится сколько, да? Да. Пока, папа, я желаю тебе удачи, чтобы поймал щуку. Большую щуку. А еще судака для мамы. Судака здесь нет. Ну ладно, тогда щуку. Помогать тебе? Да. Да. Как-то так. Утро началось с рыбалки. Сейчас шоу для детей. Наверное, вам покажем что-то. Ты хочешь посмотреть на шоу? Не знаю. Верно, да. Давай. Мы идем смотреть на клонов. Покажу вам наш лагерь. Здесь основная часть палаток. Мы немного на возвышенности находимся. Как бы отдельно. Потому что я люблю тусить больше со своей семьей. Ну и Вова тоже. Гамаки. Здесь у нас главный костер вечером. Сцена. Проходят выступления. Дети показывают таланты, которые у них есть. И здесь вот главный костер по центру. Дети показывают таланты, которые у них есть. В общем, ребят. Даня не встает. Парни зовут его играть в пейнтбол. Он спит. Я не знаю, во сколько он лег. Но разбудить мы его не можем. Поэтому мы придумали небольшой пранк над Даней. Душ с утра будет, Даня. Давай, тяни его сюда. Я не знаю. Такое впечатление, что он лег под утро и проспал всего лишь несколько часов. Но он реально спит. И мы его не можем разбудить. Ноги грязные. Это так отдыхать на природе. В общем, наша задача максимально тихо его достать. И аккуратно перенести на воду. Давайте спальник оставим в палатке, чтобы спальник не был мокрый. Ребят, пацаны пронесли его метров двести уже к воде. А он спит, хоть бы хны, вы понимаете. Просто дрыхнет. Спит настолько сладко, как маленький ребенок. Даня, мы тебя никак разбудить не могли. Вот теперь он проснулся точнее. Ноги заодно помой. Ноги грязные у тебя были. Мы про тебя подумали. Давай, плыви сюда. Ну, самая главная цель наша была, чтобы Даню разбудить хоть как-то. Мы не могли его разбудить. Тише. Прикольная идея была? Да, это было круто. Сейчас у тебя утро бодрячком будет. Ты идешь играть в пейнбол или нет? Дань. Нет. Блин, бодрячком. А ты на меня тебя прыгаешь. Ставься во всем бодрячком. Даня, ты в пейнбол идешь играть или нет? Или пускай едут без тебя? Пейнбол дать и проснуться. Давай, выходи. Завтракать будешь? Правда, завтрак холодный уже, но ничего. Он обиделся на Насте. Что делать? Все, уходи. Я за ним поплыву. Давай, плыви за ним быстро. К берегу его. Все, фото сделали. Нань, фото сделали и теперь... Курок! Ах ты! Ах ты! Гавнюк! Я думал, полежу, позагораю. Думал, полежу под пледом, позагораю. Теперь нужно убегать. Убегай, папа. Мам, хватит, мне смешно, блин. Я это шлепки забыл, все, я побежал. Уходи быстро. Даня, собирай наши вещи, подушка уплывет. Даня, плед я заберу. Прям матрас четко меня утопила. Даня, я заберу плед. Ой, матрас. Ты матрас не донесешь, его можно пробить. Вот так и живем. Фотку сделали. Ага, сейчас я его догоню. Догоняй папу, быстро. Тише, ты папу защищаешь или ты за Даней? Я за папу. Давай. Сейчас я его проучу. Давай. Я за любую движуху. И я за то, чтобы отдых был весен. Даня, сзади все собрались на пейнтбол. Давай быстрее. Ух ты, ёпт. Давай. Мы собрались играть в пейнтбол. Уже оделись, экипировались. Я бронежилет одел под низ, потому что так я буду менее заметный. Думаю, я не знаю, поэтому... Ты все продуло. Да. В общем, и мы поехали. Отправляешь Даню играть в пейнтбол. Я думала, папа тоже поедет, но папа отказался. Ребят, пока Даня на пейнтболе, мы с папой решили приготовить очень вкусную уху на костре. Брали с собой лосось. У нас есть морозильная камера, поэтому он хранился в хорошем месте. И окушков мы немного наловили. И окушков немного наловили, да. Поэтому ушица должна быть просто превосходной. Потом дети подтянутся, а у нас уже идеальный вкусный обед. Осталось только развести костер. И вы знаете, готовить еду с таким прекрасным видом, что может быть лучше. Скажи, пап. Зажигалка есть, да. А я на столе поставила. Точно есть? Как тебе здесь? Несколько слов скажи. Я вот говорила о том, что я, наверное, бы здесь целое лето прошла на природе. В общем, кипит картошечка уже минут 15. Бросаем рыбку. Потом приправа. Мы взяли специальную приправку для ухи. Должна быть очень вкусная, так как есть и окушата есть, и красная рыба. Во, важно добавить петрушку. Ну, я вот думаю, брала я петрушку или нет. Если нету у нас, то... То можно попросить на кухне. О, это будет ухица. Сколько рыбы, да. Смотрите. Все, накрываю крышкой, да. Все, приправку и погоди. Добавляем приправу в уху. Ножик это слишком просто. Пориком. Вот топором. Вот это да. Так, давай приправу. Половинку можешь высыпать. Вот. Это вообще фирменная штука. Когда тушишь бревно, становится вкуснее. Десять раз. Да. И это без привлечения. Можно отряхнуть вначале от пепла, а теперь вот так вот. Кипит. Прикольно. Все, теперь ложкой перемешиваем. Все, забирай бревно. Перемешивай все ложкой. Держи. Ну, скажите же, выглядит очень аппетитно. Все получается? Да. Можно приступать к обеду. Пробуем и говорим, вкусно или нет. Ваш вердикт. Сначала подуть надо, она еще горячая, очень. На природе еда особенно вкусная. Тем более поленом мы потушили. Тем более, да. Да, тем поленом? Да. Каким? Моим? Нет. Приятного аппетита. Спасибо. Это организатор съезда. Коля караван. Да, то я. Принесли детям мороженое. Спасибо. Уже были в городе сегодня. Я люблю поливать. Так, Даня, как ты пострелял на пинтболе? Отлично было. Мы вначале поделились на три команды. Я и Данька. Это мой... Ладович, который в воду тебя сбросил сегодня утром. Да, и еще там двое других ребят в другой команде. Еще двое других в другой команде. Мы родились на три стороны. Мы здесь, здесь еще одни, еще один здесь. И мы, короче, пошли обходить которых вот эти вот. Они пошли обходить вот этих вот. И получается, что вот эти обошли вот этих и завалили их. И потом мы гонялись вот так вот с ним по вот этому, по всей площади, короче, чтобы найти тех, которые остались. И мы одного завалил я, а другого, у другого закончились, короче, патроны. Вот. И потом мы поделились патронами и сыграли еще одну игру. Жарко не было в экипировке, в этой форме? Да, да, да. Очень было жарко. Вот, но это того стоило. Таких эмоций, очень классно. Я единственный, короче, кто экономно использовал пули. Поэтому у него остались пули. И Даня приберег их, можно сказать, для Тиши. И хочет, чтобы Тиша тоже попробовала стрелять с пейнтбольного оружия. Я правильно говорю? Оружие же это. Да, типа того. Идем туда, в ту сторону. Я предлагаю пойти вон туда, там есть цель. Ну давай, пойдем, пойдем. Иду за детьми. Говорит Даня, что здесь есть мишень. Да. Короче, это было очень круто, эту атмосферу не передать словами. Но я думаю, что стоило, наверное, вцепить GoPro на себя. Папа об этом говорил. А я протупил. А я не слышал, вы мне не говорили об этом. Ну мне папа сказал. Говорит, а что Даня GoPro не взял? Я говорю, а ты ему говорил об этом. Но тебя же Максим поснимал немного? Да, немного там что-то снимал, но там чуть-чуть. Значит, обычно берется или вот так вот, или вот так. Но чаще всего вот так. Кладут на руку и вот так вот берут и... Снимай, мам. Снимай. Цель черненькая. Что, выше немного, да? О, попал. Есть. Так, с трех выстрелов я попал. Но обычно с прицелом не целятся. Обычно ты просто чувствуешь... Подожди секунду, я хочу показать Тишу, как он ест два мороженое. В смысле? Это мое? Прикольно, когда у ребенка в одной руке и во второй тоже мороженое, да? Вот, смотрите. А что это такое? Чем оно стреляет? Шарики с краской. Какие шарики? Маленькие прям? Я их видела, они немного упругие такие. Они прям большие эти шарики. Ничего себе. А ну, дай покажу. Класс. Я думала, это маленькие пульки белые. Это в страйкболе, а это пингбол. А, прикольно. Короче, Тиша, держи. Сейчас отходим. Пойдем обратно, да? Твоя задача, Тиша, разобраться. Вот сюда вот. Правильно его взять и выстрелить не просто куда-нибудь, а в мишень. Ты можешь не целиться, а так, от руки типа. Мимо. Давай, в цель, в цель, давай. Вот так? Стреляй, стреляй. А что ты не указательным пальцем? Есть, дерево. Ого, у тебя разброс, дядя. Видишь, оно обказывает ветку. Раз это самое. Так, ну что ж, видеоотчет продолжается. Здесь проходит сейчас турнир по волейболу. Не знаю, Данина команда играла уже или нет. Если нет, я вам обязательно покажу это. Соревнуются за первое место. После этого ужин у нас. Тиша, заявляй, болельщик. Да, сынок, как думаешь, кто выиграет? Славяне. Славяне выиграли? Наши? Славяне. Тиша, заявляй, болельщик. Тиша, заявляй, болельщик. Тиша, заявляй, болельщик. что играли мы очень хорошо очень хорошо очень хорошая получилась игра чтобы команде противника очень хорошо играл один человек он играл за тех двоих человек который вытянул всю команда можно еще возможно что мы недооценили своих противников потому что они расслабили вот но я обещаю себе следующем году что и надо пообещать с ребятами тоже что мы займем первое место на чемпионате так вы смотрите еще куда мы пришли мы пришли к воде здесь есть тарзанки две тарзанки одна тарзанка которая была здесь уже вторая тарзанка это та тарзанка которую папа сделал для тише потому что тише вода не достает но если честно с этой тарзанки прыгал и папа и не только папа взрослые люди тоже тише очень нравится это занятие время провождения здесь вчера тише накупался вечером и сказал так знаете что завтра я целый день проведу здесь в воде на тарзанке было такое или обманывали говорил ты такое скажи круто вот так давай 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 я снимаю офигеть молодец круто было вот любят дети воду и что ты поделаешь я признаюсь вам честно что и тише и даня в один голос сказали что отдых здесь палатках это круче чем отдых в турции как это объяснить если этому объяснений наверное нет но вот почему-то такой отдых над детям нравится больше чем отдых лакшин давай давай после тарзанок после купания готовим плов на костре будет ужин а потом посиделки у костра так что оставайтесь с нами давай прыгай нифига себе ты видел что ну и творят где папа наш давай я сделаю еще один трюк давай называется затупись рукой или ногой за сюда и получил очень большую ранку зачем не надо давай прыгай все на раз два супер молодец дубль два теперь я прыгаю теперь я прыгаю теперь прыгаю я ехать и взять щучку говорит Даня кайф после варивола окунуться в воду теперь тише давай тише я снимаю теперь я прыгаю я хочу взять трюк щучка да ты ее не сделаешь ты че думаешь у тебя получше сам давай трюк называется щучка вы поняли так аккумулятор разряжается давай быстрее это разве щучка была Даня давай ты так ну если честно так себе так себе оно получилось Даня наверное нужен еще дубль два нет Что? Наверное, еще раз нужно сделать. Чего? Ну, как-то ты вроде и зашел головой хорошо, руками. У меня не получилось. Ну, вот. Ну, не полностью получилось. Не полностью, я это увидела. Ну, это сложно. Это надо в воздухе так сгруппироваться, чтобы прыгнуть щучкой в итоге. Ты не видел, как прыгает папа? Сейчас папа тебе покажет это. Покажет, разве? Да. Да, папа прыгает по-любому лучше. Блин, это прикольно, когда ты жопой цепляешь. Последний прыжок твой. И почему? Потому что хочу еще я прыгнуть и папа. Давай. Прыжок называется прыгни никак. Давай скорее. А еще как никак. Давай. Полетел. Супер, молодец. Я же говорил, тыл называется никак. Я еще разок на ней прыгну. У меня должно получиться. Я просто раньше пробовал немного, у меня получалось. Между прочим, эти озера называются голубыми. Голубые озера. Сейчас мама еще разок хочет прыгнуть. Вот. Ждем, пока Тиша тарзанку берет. А потом папа. Давай, давай, прыгай. Ну как, мам? Так ты оборвалась. Стас, давай мне. Это мама так прыгает. А, я понял. Сейчас папа покажет мастер-класс. На твоей покажет мастер-класс. Давай. Да. Сейчас папа на моей вообще лучше, чем Даня прыгнет. Я отвечаю. Давай. Отвечаю лучше, чем Даня. Я говорил. Ничего себе. Я тебе говорила, Даня. А я тоже хочу так попробовать. Я не знаю, что так можно. Давай, папа. Хо-хо-хо. Ничего себе. Отвечай сразу ко мне. И я прыгаю сразу к папе. Понял, Даня, учись. Так, теперь идем готовить плов. И ужинать. Давайте, пацаны. А с этой тоже так же можно? А? С этой тоже так же. С этой так не получится. И сразу можно больше. Магический звук, когда жарятся ребрышки. Готовим плов. Обжариваем ребра до золотистой корочки. А потом добавляем уже приправу и рис. Для того, чтобы плов был рассыпчатый, нужно сейчас в этот жирок бросить рис. Хорошенько перемешать. И только потом уже заливать водичку. Приправа, морковка и водичка. И чеснок. Добавляем морковку. И приправа, конечно же. Все, хватит. И, конечно же, чеснок. Теперь добавляем воды два к одному. То есть два стакана воды на один стакан риса. И можно ставить на костер. У нас было два стакана риса. Добавляем четыре стакана воды. Теперь перемешиваем, папа. И на медленный огонь, да? Да, и на медленный огонь. А это называется медленный огонь? Какой? Это называется медленный огонь. Вот сейчас будем регулировать его. Сделаем таким его, каким он нам нужен. Как только закипит плов наш, нужно сделать маленький-маленький огонь. Для того, чтобы оно там не вылило, а потихоньку напаривалось. Так, наконец-то наш плов готов. Вау, вкуснятина какая. Так, Тиша, ты первый? Да. Тебе ложить ребрышко или нет? Мне нет. Почему нет? Ну, мама. Я одно, хорошо? Хорошо, а я его не буду есть. Хорошо, съем я его. Держи. Папа, покажи ближе, как плов выглядит, папа. Ну, ну, покажите, что ты. Класс, аппетитно выглядит. Даня, иди сюда, забирай свой плов. А вы бревно потушили в плов? Нет, в плов так не тушат. Вы бревно в плов не тушат, Даня, ты че? Как он пахнет, понюхай. Почему так много? Ммм, ну че себе? После купания хочется же кушать, правда? Конечно, мне побольше насыпать. Забирай, папа. Ну, что ж, приятного аппетита. Спасибо. Мы уже подожгли такую дымовушку, которая вечером спасает нас от москитов. Которая спасает маму от детей, потому что дети травят, и они задыхают, потому что дымовушка летит на них. Тише, как раз таки она помогает от москитов. Хоть у нас есть выездная кухня, нас кормят, но иногда хочется чего-то особенного, вкусного, домашнего, поэтому иногда мы готовим здесь сами. И это вообще не в тягость, потому что... А чем заниматься еще? Ну, пошел ты, ну, покупался, ну, попрыгал с тарзанки, ну, поиграл ты в волейбол, ну, поиграл ты в шашки-шахматы, послушал какого-то крутого лектора, психолога, а потом думаешь, ну, и что, и что дальше делать? И ты приготовил вкусную еду, и приятно, полезно и приятно. Ребят, показываю вам, с каким видом мы здесь ужинаем, завтракаем и обедаем. У нас вид на озеро. Вечером это закат, но еще пока нету заката. Утром это солнышко светит, природа просто волшебная, очень классная. Что мы делаем после ужина? Мы идем на костер туда? Да. Мы идем на тарзанку. Ну, посмотрим, может что-то изменить. В общем, отправила я папу и Даню по воду, потому что воды нет, посуду нечем помыть у нас, а потом пойдем уже к кострику. Даня хромает, вы заметили, он встал на какую-то колючку, мне кажется, и начал хромать. Но ничего, мы дома его подлечим, завтра уже домой едем. Идут мои трудяшки, мои золотушки. Они мне помогают, налаживают быт, спасибо вам. Мы живем в этом фургончике, в автодоме с удобствами. Но это не просто так, вода не берется ниоткуда, воду нужно принести, залить. Но вечером мы можем даже принять душ. Мы ходим нормально в туалет, у нас есть туалет. Но это все нужно тоже потом выносить, выливать куда-то, потому что оно не девается в никуда. Мы воду и заливаем, и выносим. Так, показываем вам еще, куда мы заливаем эту воду. У нас там вода закончилась в домике, когда мыли посуду. Типа, о чем бы не показать? Да, почему бы не показать? А сколько эта рукашка, 15 литров? 10-15, 15, наверное. Спасибо тебе, Даня, что ты помогаешь папе, хочу сказать. Наверное, папе это очень приятно. Мне удобно, когда он помогает. Ну, и приятно, конечно же, когда вырастила ребеночка, а он помогает тебе. Все, после этого одеваем штаны, кофточки, либо наносим средство и идем в кострику. Что у тебя на руке? Покажи. Смотрите, крутишь на руке. Это светлячок, я первый раз в жизни вижу. Я тоже. Живого светлячка. Прямо светится. Да. Показываем вам, как выглядит светлячок. Как червячок, букашечка такая. Никогда бы не подумала, что он так красиво светится. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok